добрый день я видимо уже в эфире а можно обратную связь вы меня слышите видите по настройкам чтобы мне понимать мне погромче мне потише вчера на пробном мне Игорь сказал что я громко поэтому я сейчас стараюсь сильно вас не глушить видно меня слышно здравствуйте уважаемые подписчики друзья подписчики канала и всех соцсетей все кто нашел время и дождался до вечера все таки кто подписался и дождался нашего эфира всем здравствуйте наболевшая очень тема и миома и вообще тема здоровья она сейчас очень актуальна Ливан это вот тот эфирист который сидит у нас справа это его идея была затеять вебинар чтобы постараться мы не можем в 10 минутных видео вам все рассказать вот чтобы объемно рассказать более или менее осветить и вопрос вот миома очень такой наболевшая в наше время это задача которая у многих женщин не решена но они собственно не хотели решать об этом мы будем разговаривать мне никто не написал обратную связь слышно меня все написано а написано а у меня нигде не видно ну ладно с богом я просто не вопрос и ничего не буду видеть да да я контролирую я часто слышу хорошо вы меня простите я иногда буду совещаться вообще женские болезни возникают когда женщина не принимает что-то в себе внешность она не принимает в себе поведение может быть какое-то она не может или не хочет ощутить себя как настоящая женщина вообще я тебя слышу и ты мне фонишь делай потише пожалуйста вообще много бинарная система верхний слева право чёрная и белая так вот у нас женские и мужские энергии женские и мужские энергии у нас у нас вообще два поля девочки и мальчики и в каждом человеке тоже есть женские и мужские энергии Будь то это женщина, будь то это мужчина, у нас внутри и те, и другие энергии есть. Мы неправильно этими энергиями распоряжаемся, мы неправильно ими действуем. То есть, попозже немножко подробнее расскажу. Так вот, когда у нас возникает дисбаланс, либо внутри между нашими энергиями, либо вовне между этими энергиями. И вот мне все пишут, что фиброма, аденома, дисплазия шейки, матки, то есть различные заболевания, они не просто однотипные, они разные. Совершенно верно. То есть, мы с вот этими энергиями абсолютно по-разному у нас происходят зажимы. А вообще, что такое болезнь? Давайте поговорим, что такое болезнь. Болезнь, вот пример. Допустим, помните, все Чернобыльская АЭС бахнула. На каком-то электростанции есть вот это вот место, где много-много-много-много всяких там табло, лампочек. И вот сидит человек, и он контролирует. И где-то на каком-то объекте пошел небольшой сбой. И начинает лампочка моргать. Это человек, который следит за всеми этими мониторами. Он туда отправляет ремонтника. Для чего? Ну, для того, чтобы устранить неполадку. Можно, конечно, на этом табло лампочку выкрутить. Но тогда взорвется Чернобыльская АЭС там и другая. Вот, собственно говоря, мы, вы вообще вот, мы тогда выложили видео по мионе, мне всего 5 человек отзвонилось. Писало очень много, там больше 150 комментариев, отзвонилось всего 5 человек. И, то есть, внутренний настрой у нас, это выкрутить лампочку. Это съесть какую-то волшебную таблетку, и чтобы у меня вот всего того не было. Это, как, знаете, пример такой интересный. У вас на кухне, кухня вся засалилась, вот, там, готовили, вытяжка сломалась, и вот эти все жирные испарения, у вас грязная кухня. Вот ее нужно привести в порядок, помыть, почистить. А вы не хотите этого делать. То есть, вы хотите, чтобы кухня была чистая? А каким это волшебным способом? Чтобы пришел... Ну, с кухней, конечно, попроще, можно кого-то там вызвать, другую тетю, и она придет все это помоет за какие-то деньги. Но, к сожалению, с нашим организмом так не получится. И внутренняя мотивация – это выкрутить эту лампочку, съесть какое-то обезболивание или еще что-то. То есть, внутри, чтобы не было симптома, ваш мыслительный процесс настроен на устранение симптома. Ну, так не бывает. Для того, чтобы разобраться с любой болельщикой, нужно найти семечку. И вот у каждой болезни, у каждой, скажем так, индивидуального отклонения, то есть, есть эталонное состояние, когда организм здоров, в нем внутренний порядок. Болезнь – это тоже порядок. Это особенный ваш порядок. Вот, допустим, Ливан сегодня приехал к нам на съемку, у меня здесь, ну, можно сказать, был беспорядок. Потому что рабочий кабинет, там лежали карточки, там лежали книги, еще какие-то вещи. Ну, он говорит, давай сама, потому что если я сейчас что-то перенесу в другое место, я не найду, конечно. Я потихонечку раз-раз-раз, что-то там на полочке, туда-сюда. У меня был порядок. Это не было беспорядка. Это рабочий был порядок. Так вот, когда у вас происходит болезнь, вы внесли новый порядок. Вас не устраивает результат. Так вот, чтобы изменить результат, нам нужно найти семечку, нам нужно устранить причину. У любой болезни, у любой повторяющейся ситуации, будь то семейная ситуация, будь то повторяющаяся на работе, любая ситуация, будь то болезнь. То есть это уже результат. Это есть дерево. Понимаете, это дерево. И вот метафора. Если бы вы сели на машину времени, уехали в прошлое, и кусочек земли, где сейчас это дерево растет, с семечкой убрали, то вернувшись сюда, здесь и сейчас, дерево отсутствует. Так вот, психика, она как раз и позволяет таким образом работать. То есть мы находим семечку, устраняем эту семечку. Нужно найти причину. И нужно убрать причину. А уже те факторы, которые внешне созданы, это экология, это будь то какие-то условия. Ну, например, перелом. Перелом – это внутренняя накопившаяся агрессия, которую организм не вымога тоже носить, которая вышла наружу. Ну, понятно, что человек подскользнулся. Ну, вот 150 человек прошли мимо этого банановой шкурки, никто не упал. А вот и упал именно тот, кто надо. Знаете, интересный случай есть. В Москве друг звонит и рассказывает. Его друга при выходе из банка поймали и избили. И он мне говорит, Оксана, ты знаешь, интересный факт. Вот у него левая половина вся черная, как будто, говорит, фломастером поделили. То есть его перепутали с каким-то богатым дяденькой, который должен был выходить с деньгами, с каким-то олигархом. Его перепутали. Но перепутали – это мы нашли это объяснение в нашем физическом мире. А там у них не бывает, они ничего не перепутали. Получил именно тот, кто должен был получить. Есть причина, есть следствие. Это было следствие. Так вот, вся левая половина у него была черная. Мы разобрались, он некорректно ушел от жены и очень сильно там женское поле накакал. Вот ему женскую часть всю прямо поправили. Она у него все черная и синяя была. Там не перепутали. Ангел в издаянии имеет хорошую память, длинные руки, отлаженную систему учета. Случайности, не случайности. И если что-то происходит в вашей жизни, то вы являетесь авторами. То есть, ваше вчера, вчера вы заложили то, что у вас случилось сегодня. Человек есть путник и есть путь. Вот мне в детстве все это непонятно было, когда рассказывали. Что такое путник? Путник – это я. А все, что я думаю, какие я мысли, формы посылаю в пространство, это и есть мой путь. Если вы хотите изменить путь, нужно изменить у путника здесь. Бытие определяет сознание. То есть, вы являетесь творцом своих мыслей, своей жизни, извините, своими мыслями. То есть, своими мыслями вы простраиваете свой путь. Для того, чтобы убрать любое заболевание, нужно найти семечку. У каждого разная семечка бывает. Повторяем, родовой сценарий. Папа выпивал. Неприятие папы, пьющего. Вследствие чего потенциал внешней важности, если по Зеланду рассматривать. То есть, у вас идет внутреннее сопротивление против такого явления. Вы внутренне очень сильно сопротивляетесь, вследствие чего вы не прошли урок. Вы притягиваете такого же мужа. То есть, вы идете в родовом сценарии, в родовой сценарий. Отрабатываете. Вы здесь не отработали на отца, а вы не приняли. Вам пришел такой же муж. Почему? Вы вкус этой энергии знаете. Вы знаете, как с ней жить, как кричать, как скандалить. Как жить в гармонии, вы просто не знаете. Что такое вкус энергии? Тоже элементарный пример всегда привожу. Допустим, девушка, девственница. 17-18 лет. Ну, для нашего времени это анекдот, конечно. Ну, пускай так. Она в подъезде оказывается. Не совсем порядочный мужчина там с какими-то отклонениями захотел. Ну, от нее секса. И вот он ее где-то там пытается в углу жулькать. У него поднялись мужские сексуальные энергии, и он хочет ее. Выходит, да хоть вот наш Ливан порядочный мужчина. Он как-то убежал, девушку спасли. Потом она придет ко мне отрабатывать психотравму. Почему? Потому что она впоследствии будет притягивать к себе насилие. В момент, когда он к ней, на нее нападал, у него были мужские, самцовские вот эти энергии сексуальные. То есть, я как Бошкин доктор засчитаю вот это событие, как первый секс в ее жизни. И вот она сексуальная, то есть, у нее тоже возбуждение было. Это она секса не хотела. Но она не стояла ровная, как угол дома. Ее колотило, она как осиновый листок, там с ней все плохо было. Понимаете? Она считала с мужчиной эти энергии, да? И она секс вот с этим вот запараллелит. Помните собачка Павлова? Лампочка и миска, лампочка и миска. Лампочки не было, вернее, миска не выезжала, а горела только лампочка. У собаки слюна выделялась. И вот она внутри запараллелит. И она будет бессознательно притягивать, она же будет хотеть секса замуж. И она будет вот притягивать нечто похожее. То есть, вот этот вкус энергии нужно убрать. И когда мы отрабатываем родовые сценарии, мы убираем этот вкус энергии, почему я всем и кричу во все горло, что родовой сценарий, его нужно убрать. Мне иногда сейчас вот очень удивительно, когда есть вещи у моего сына неотработанные, и вот когда они повторяются. Я помню, в моей жизни было событие, недавно в его жизни проявилось такое событие. И вот это очень интересно наблюдать. Ну, это не страшное было событие, но очень любопытно, как он в мой след, прям в отпечаток, в станке в моей наступил. Вы знаете, мы не задумываемся. Мы живем, поел, поспал, пописал, потакал, телевизор, ну и, собственно, все. А детей отмахиваемся. Не берем ответственность. И вот вышла медиа про миому, очень много негативных, кстати, отзывов было, что дурь, фигня. Поверь ваше, воздастся вам. А в вашей жизни пришла какая-то болячка. У вас нету самого главного. Принятие решения, разобраться. Вот происходит смирение. Смирение. Вы знаете, я прошла свою миому, и если бы я читала, ну, по книжке вам сейчас рассказывала, было бы, наверное, страшно в скайпе. Я вот, кстати, первые минуты волновалась, потом успокоилась, думаю, да я просто буду разговаривать. У меня тут записи есть. Я подготавливалась так-то. Вот. У вас нет принятия ответственности. То есть вы в данном вопросе считаете себя жертвой. То есть, вот это что-то случилось, у вас происходит внутреннее сопротивление, почему я, я такой пушистый, я такой хороший, идея несправедливости мира. Вы знаете, до такой степени справедливости. Хотите вам про справедливость анекдот? Мой любимый анекдот расскажу. Я по-быстренькому. То есть, какой-то там продвинутый молодой парень, начитавшись умной литературы, в общем-то, засел в аскезу на этой горе. Год сидит, два сей, десять сей, двадцать, тридцать. Боженька на облаке сидит, так сверху смотрит, думает, ну, чего-то серьезного захотел. Вот, отбегает облако, он говорит, ну и что, что хотел? Он говорит, справедливости. Справедливости. Боженька так, может, что-то другое? Он говорит, ну ладно, мир во всем мире. Эй, нет, давай справедливость. Ты сидел тридцать лет на горе? Теперь гора будет на тебе сидеть тридцать лет. Скажите мне, пожалуйста, это несправедливо? У нас очень узкое такое представление о справедливости. Мы в мир смотрим как в глазок. Вот вы подошли к двери и видите глазок. Я раньше не понимала, не знала, как нужно донести, чтобы люди читали, что читать нужно. Учение света, не учение, тьма нас учили. Ну, все так заезжено, банально. А на самом деле все просто. Вот представьте, вот эта комната, она сейчас залита светом. Плюс дополнительное освещение Лева поставил. А вот мы у нас раз сейчас и выключили свет. И вот маленьким фонариком можно высветить. Вот здесь будет белая точка, на юбке зеленая точка, на левиных брюках синяя точка. И что вы можете, какое представление. И когда светом залезли, да, здесь есть какие-то картины на стене, фотографии, два живых человека. То есть много очень интересного. Вот тут собака на полу у нас очень интересно лежит. Очень много таких объектов, которые могли бы привлечь внимание. Чем больше мы читаем, тем больше у нас света, тем больше, знаете, как у вас прожектор, который светит на вашу жизнь. Чем больше у вас знаний, тем больше вы можете высветить. Вы как бы выше становитесь, вы над ситуацией, вы более масштабно ее смотрите. И можете более трезво сделать оценку этой ситуации. Так вот, я обещала, мы когда написали приглашение на вебинар, что я вам открою секрет, собственно, почему. Так вот, секрет, почему вы до сих пор не можете расстаться с миомой или с любой другой болячкой. Это потому, что вы в костюме жертвы и смирились. Принять и смириться. Чувствуете разницу? Смириться – это жертва. А принять ситуацию – это зрелая личность. Вот да. Вот так. Вот да, сейчас вот так. И что делать? И когда мы начинаем искать пути решения, то есть мы в этом направлении, мы шагаем, вся Вселенная нам откликается. Смотрите, когда что-либо происходит, когда что-либо происходит, мы хотим вернуться в период, когда мы были у мамы в животике, то есть и когда стрессовые ситуации, у нас желание залечь в позу эмбриона. то есть прямо скрутиться, лечь где-то вот калачиком и не двигаться, и не шевелиться. Это неправильно. Это неправильно. Нужно выйти из ситуации, нужно выйти за рамки. Нужно… То есть мы очень рамочно воспитаны. Ой, я сейчас скажу, будет скандал в сети. Но я все равно скажу. Я общалась с одним молодым человеком, и, в общем, он меня там долго замозивал, замозивал, ну и мне грустно стало, думаю, дай-ка я ему сейчас… Я говорю, только не говори, что ты живешь на круглой земле. Глаза выпучил. А ты на какой? Я говорю, а я на плоской. Возраст около 25 лет ему. Вы знаете, у нас был скандал. Человек выпучил глаза и начал на меня орать. А это сын моей подруги, и он вообще никогда со мной так не разговаривал. У меня даже шок был. Я тоже была за ним. Я говорю, ты успокойся. А он орет. А он орет, он прям как неадекватный. Да? То есть я говорю, хорошо, ты сам видел, ты пробовал, ты видел, у тебя есть вот, вы знаете, есть вещи, которые нам навязали. Вот нам навязали, что это так в детстве. Нас запрограммировали. И мы во много что верим. Нас запрограммировали, что надо делать вот так, так, ходить вот так. И мы по-другому не видим. Мы не видим. Тоже снимали видео, недавно я про котят рассказывала. То есть опыты проводили, ученые. Две группы котят. Одним поставили такие перегородки, другим такие перегородки. Те котята, которые вот в этих перегородках выросли, а таких не было, они эти перегородки не видят. То есть препятствия, понимаете? Горизонтальные. А те, которые выросли с горизонтальными перегородками, они вертикальных не видят, они сшибают их, врубаются. Когда Колумб Америку открыл, корабли, аборигены не видели. Они не понимали, что мог уже такая большая машина, махина, плыть по морю. Шаман увидел ряпи. Ряпи на воде. Аборигены не видели. И вот нас вырастили в определенных рамках. И у нас нет представления, как можно управлять со своим собственным организмом, мы не можем договориться. Наш организм, это самовосстанавливающая, самоисцеляющая машина. Вот элементарно доказать. Если вы где-то там какой-то кусок на коже вырвали, ведь он же у вас зарастает, у вас же дырка не остается, кровь какое-то время идет, потом она сворачивается, здесь подсыхает корочка, и у вас это место зарастает. Да, будет небольшой шрамик, но ведь это место зарастает. Вы никогда об этом не задумывались? То есть это самовосстанавливающийся организм, он наш, он может восстановиться. У него есть матрица, да? Тонкие поля. Тонкие поля – это как чертеж. То есть вот ваше физическое тело, оно подстраивается под чертеж. И для того, чтобы в вашем физическом теле что-либо ушло, нужно вносить изменения в этом чертеже. Я мальчишки забыла. То есть если вы имеете какое-то отклонение в своем физическом теле, для начала нужно найти семечку, психотравму. Она у всех разная. Я вот про одну рассказала, что это может быть родовой сценарий. Раз. Это может быть какая-то психотравма. Два. Это может быть установка родителями. Три. Болезнь бывает как самонаказание. То есть многие люди испытывают чувство вины. Казалось бы, да? Но вот чувство вины, которое мы запускаем и проецируем в пространство, оно притягивает наказание. И многие болезни в нашей жизни мы притягиваем как наказание. То есть нужно разбираться, в каком месте вы это создали, как вы это сформировали. То есть вообще как возникает это? Появилась семечка, появилась семечка, и вы потихонечку, потихонечку, потихонечку начинаете накапливать определенные рода похожие вибрации. И они как бы складываются. Ну знаете, как у вас на кухне. Много разных баночек. В одних баночках рис, в других гречка, в третьих какие-то жидкости и так далее. Так вот, у вас баночки, они... Благодарим. Хорошо вооружу. Вы гречкой же не мешаете. Вот примерно энергии. Похожий опыт, мы обязательно его будем притягивать, и мы его будем складировать, как листочки в книжке. И когда придет какое-то пограничное состояние, и этот опыт из чертежа, из тонкого тела, он у нас опустится в наше физическое тело. То есть... Я про снятые шапки рассказывала. Хотите, я вам расскажу, как это бывает. Много лет назад, неважно, у меня девочка писала дипломную работу, и у Анны мы писали по страхам, это был Барнаул. Ну, да у него сходи, говорю, в милицию, возьми выборку. Это еще по молодости все было. Я еще преподавала когда. Вот, она пришла и сказала, Оксана Юрьевна, вы будете смеяться, вы даже хохотать будете. Из всех снятых шапок за зимний период, пять шапок было без резиночек, остальные были на резиночках. Так вот, как мы формируем пространство свое? Как мы формируем события? Принесла на дому шапку. У вас же у всех телевизор есть. Вы же знаете, как манерка выглядит? Да? Такой мужик, такая фигура черненькая, такая прям какая-то. Крипыш такой. Детективы же все смотрели, видели, как мужики там за женщинами бегают. Спроецировать здесь можете. Какими вы дорогами ходите, вы помните. Вот она взяла шапочку, купила резиночку, взяла кончик, и начинает пришивать к одному кончику. Пришивает, пришивает, а сама думает. Как он на ее будет нападать, как она будет визжать, она от него убегать, а он ее догонять. Ну, собственно, все кино из глаголов. Вот она пришивает, пришивает, и устала. Конечно, в пространстве столько наработала. Она создала ячейку, вот мне льва водички принес, в сиротской стаканчику, в сиротской кружечке. Вот она тоже такую сиротскую кружечку создала, понимаете, вот, замечательно. Вот второй кончик остался. Она берет второй кончик, начинает тоже пришивать. И одни глаголы. Как она будет от него бежать, он ее догонять, она визжать, у нее шапку отбирать, она все это шьет, шьет. Что она делает? Она уплотняет стеночки, ячейки. Вот, то есть она сформировала ячейку, а потом что нужно? Вот льва наполнила водой. Вот вода, она как эмоции, потом она ее наполняет эмоциями. То есть, выходя из дома, утром рано на работу идет, она начинает бояться. Вечером с работы идет, она начинает бояться. То есть она в этот сосуд потихонечку-потихонечку наполняет эту энергию. И когда она ее полностью наполнила, она как бы опускается в физический мир и разворачивается в виде события. Как это происходит? Один идет вот с моста, а она там вот от здания суда. Вот здесь возле Мариера они встретятся. Понимаете? Когда училась на психолога, проходили психологию преступников, и в 95% случаев на вопрос, зачем ты это сделал, он говорит, я не знаю. Самое интересное? Самое интересное. Он не врет, он реально не знает, зачем он это сделал. А как это происходит? Вот у нас есть принцип пустоты, принцип полноты и принцип пустоты. Женская грудь – это полнота, мужская рука – это пустота, да, ключо, да? Вот то есть вот объем. Принцип полноты и принцип пустоты. Это не по этому принципу встретиться. У нее должно сегодня реализоваться событие. Оно сформировано, и оно пустилось в физический мир и должно сегодня реализоваться. И кто-то должен реализовать. У меня телевизор потух. Я его включила. А почему-то он потух. Все хорошо? Все работает? Извините, пожалуйста. Экран потух, я растерялась. То есть сегодня должно это событие случиться. Оно должно реализоваться. И как получилось? В данном квадрате из тех несчастных, которые могли реализовать данное событие, оказался вот именно вот этот дяденька. Могли... Вон отсюда оба. Но выгони о них, они пищать начали. Еще раз. В данном квадрате оказалась тетенька. Из людей, которые могли реализовать данное событие, оказался вот этот дяденька. Могли мы с Левой пойти, там, не знаю, что-нибудь нам нужно было, там, за апельсинами вечером пошли. Вот. Идем с ним. Мы тоже эту тетеньку бы увидели. И Лева бы считал с нее, что она по кустам шарухается, и я. Но... Леван, сколько у тебя снятых шапок? Нисколько? У меня тоже. То есть, это говорит о том, что я не способна на такой поступок, он не способен. А это более примитивный человек. Ему как кирпич на голову упал, и он считал эту программу. Понимаете? Он является реализатором. Он снял с нее шапку. Самое уникальное дальше. Он убежал, она выдохнула. Он говорит, я так и знала. Конечно, знала. Ну, ты же сформировала это событие. Ты его сколько формировала, наполняла. Знаете, вот по этой схеме, простой и примитивной, у нас, собственно, все и случается. А в негативное мы верим быстрее. Мы верим быстрей. Там не пишут, что я не про миомы рассказываю? Нет? Я вам про миомы рассказываю. Если вы не понимаете. То есть, в негативное мозг верит быстрее. А в позитивное мы очень сложно верим. Понимаете? Почему сетевой маркетинг плохо продвигается? Я помню, мне принесли лук анвоевский, и к нему три листа, а четыре. И вот, и собак, и кошек мыть, и колорадский жук погибает, и что там еще можно? Чернила мне вот, диван отъедает, и, знаете, целую кучу. И мужиков с похмелья. Я тогда очень удивилась. Колорадский жук дохнет, а мужики с похмелья оживают. Думаю, ну, как-то вот что-то где-то не клеится. Я ей десять экспериментировала. А, знаете, реально. Пришла к подруге, у нее там муж при смерти был там, с похмелья, а у них лук был. Единственное, она грешна. Я потом впоследствии прочитала, несколько капель надо было, а я ему прям вспомпу. Так как он мне доверяет, он говорит, Юлия, ну ты мне какой-то шампунь налила. Леупей, реальную интоксикацию снял. Ну, вот я десять лет экспериментировала. Нам не верится в это. И когда я вам рассказываю, что можно любое заболевание на раз устранить семечку, есть некоторые заболевания, даже не просто заболевания, а одно и то же заболевание в разные стадии, в разной форме. Если оно не запущено, его можно на раз убрать, понимаете, разобравшись с головой. Поэтому очень много примеров. Бывает, когда уже запустили, конечно, без медицины, без хирургии, а вот там меня доктора поносили, я не против, я ни в коем случае не против медицины. И как бывает, ребенок ножками идет, да много разных случаев, когда беременность только кесарева решается, не может она самородить, и какие-то разные аппендицидные, еще что-то там, какие-то процессы. Я не против. Я не против, вы поймите. Но если стадия не запущена, стадия не запущена, даже если она запущена, чтобы выйти из-под ножа хирурга, здоровым и живым, нужно в любом случае изменить программу здесь. А я вам сейчас расскажу такой случай. У меня подруга мамолог в Москве. Она делала две операции. В правой груди иссякала полсантиметра горошинку опухоль девочки. И она говорит, ничего не предвещало смерти. В течение года девочки не стало. Что-то около 25. Молодая девчонка такая. Вот. Но она прям вся такая паникообразная, вся такая впечатленная, вся такая в образе. Понимаете? Вот она себя уработала сама, своими страхами. А женщина, у которой в левой груди было, и она там с куском сердца выдрала, тоже на видео где-то рассказывала. Вы знаете, она живет и здравствует. Постройнела, в ум пришла. Там молочную железу и с кусками сердца там с каким-то она света подрала. Она мне рассказывала, это была она капец. Она под наркозом, это тетенька одно обложила. У меня дети. У меня трое детей, он их не поднимет. У меня трое детей. И она вот как заезженную пластинку, весь наркоз ей пела эту песню. Что ей нужно жить. Понимаете, она живет. Невозможно убить человека, если он очень хочет жить медициной бессильным. Так вот, для того, чтобы победить любое заболевание, нужно найти, для начала нужно найти семечку, нужно принять ответственность. Не на самотек пустить, не смирение. Вот про свою миома скажу. Да, когда у меня возникла миома, точнее, когда мне сказали, что она есть, знаете, не смешно было. У меня был шок. Шок вообще не смешной. Я не буду сейчас рассказывать, но я на видео уже рассказывала. У меня жизнь, она у меня с одной стороны сломалась, оборвалась, и у меня, знаете, как остановка была. Я очень благодарна сейчас. Моя миома, это начало моего пути. До этого это ерунда была. Я уже была психологом, у меня уже был диплом. Я в свое время, я как тренер-психолог начинал. Я сначала тренинги начинала вести, а потом уже у меня диплом появился. Извините. Потом на индивидуальный прием села. Так вот, в 28-м у меня вылезла миома. Я нахлебалась, это всего негатива. А семечка была. Семечка у меня была в детстве, в 4 года обида на брата, потом обида на папу. И поехали. И поехали. Ну, как насобирать обида в 28-м годах, вам не нужно рассказывать. Так вот, когда есть семечка, есть потом накопленные прецеденты, как листы в книжке. То есть мы насобирали этих событий, потом закончил институт, пришли тетеньки, и я в этой каше с ними варилась. У меня как раз пошли эти женщины, которые искаженные. Что такое миома? Так, минутку позже. Так вот, женщины эти с искажением, и они своими вибрациями, я вот наелась, я с ними в этом поле. Хочешь летать орлом, не окружай себя индюшками. Вот я окружала себя. Да, и я себе ускорила процесс. Слава Богу, что оно у меня в 28 вылезло. Энергии было валом, дури тоже. Я глаза вот такие огромные и сказала, капец, когда мне там анализы всякие. Я не разрешила трогать тело. Я полезла, я полезла во все тяжкие. Что вы сделали для того, чтобы ваше миома ушла? Что вы сделали? Вы будете. Я говорю, из 150 человек, которые только комментарии поставили, позвонили всего 5. А сколько было просмотров? Я не помню, сейчас уже не скажу, надо было выписать эту цифру. 90 тысяч просмотров, вот мне Лёв подсказывает, благодарю тебя. 90 тысяч посмотрели, а позвонили 5. И они пока не записались. Они пока вот еще не записались. Это вот, это моя статистика на сегодняшний день. Что вы сделали? Ничего. Я закончила для того, чтобы убрать свою миому. несколько направлений в психологии взяла. Женско-мужские отношения. Гриша, она в свое время преподавала. Я полезла в клетки Академии энергоинформационных наук 6 лет жизни. Я прочитала книги, очень много книг. Я копалась с собой 6 месяцев, я просто вылосидела. Я возвращала свои женские энергии на женское место. И себя на женское место. И на любого мужчину я смотрю, как на Бога, даже если он бомж на помойке. Да, правильно. То есть, и вернула баланс внутренний. У нас нет внутреннего баланса. Матка, я начала расходиться, нам часа не хватит. Я начала орать, что же? Матка-женщина это атомный реактор по накоплению энергии. И вот, либо вы эту энергию вовне отдаете. Ведь мужчины это же не только муж. Это и отец, и сын, и окружение, ваш учитель, ваш сосед, сын вашей подруги. Их очень много может быть вокруг мужчин. Да? Как бы вы мне не говорили, то есть, причины правды. Вот вы пишите, а у меня кто-то, а у меня этого нет. Да, совершенно верно. Нужно конкретно ваш. Есть и имемы разные, абсолютно разные. Я не буду сейчас перечислять, вы знаете, какая у вас. Они абсолютно разные, и разные семечки. Но, одно я вам скажу, когда нарушен баланс между женскими и мужскими энергиями, внутренней, и как следствие, внешней. внешней. То есть, вы перепутали. Есть плоскости, есть плоскости, на которых мы живем женскими энергиями, и есть плоскости, на которых мы живем мужскими энергиями. А так случается, что произошло какое-то событие, вот у нас женская и мужская, части, они как два цветочка. И женскую часть, как будто ей головешку окломили. Вот у цветочка головешку окломите, вот будет этот пенок стоять. То есть, у вас женская часть где-то придавилась. А внутренний ребенок, вы задавили своего внутреннего ребенка. У меня недавно подруга, благодарю, мне так-то веселее стало, а что ты раньше не сделала. Практика будет на втором семинаре. все, кто захотят прийти. Мы сегодня к ответственности хотим вас призвать. Зря ты меня, наверное, включил, я буду отвлекать. Ладно, пускай будет. Я пока не могу читать. Так вот, до тех пор я прочитала тут про смирение очень много. Мне без разницы, как вы там интерпретируете это. Смирение. Смирение. Вы можете интерпретировать это как угодно. Только из 90 тысяч просмотров 90 смирения. Желание это тысяча возможностей, нежелание это тысяча причин. Можно сколько угодно сидеть и гундеть. Сидеть на жопе и просто гундеть в костюме жертвы. Вы такие несчастные. Что вы сделали? У нас очень много книг на эти темы. Есть у Эли Вилма. Она, правда, занудная. Очень смутно так разбросано написано. Можно почитать. Очень комфортно. Можно у Синельникова почитать. Есть да вообще много. Просто наберите психосоматика. Психосоматика и начните копать. Садиться и копать. У меня есть пять женщин, которые меомы убрали себе сами. Убрали сами. Люба Буряк. Потрясающая женщина. Первый раз фамилию называю. Она живет в Новокузнецке. Интересная женщина. Три сына и муж. Она просто в свое время осознала энергетика. Прям огненная энергетика. Она перечитала очень много литературы и встала у меня на тренинге и сказала, Оксана, а я сама. И рассказала. Я никогда не забуду этот случай. И если вы возьмете ответственность за вашу жизнь и начнете разбираться, что в моей жизни на данном этапе происходит не так. Чем я сотворила? Женщина пришла в этот мир раскрыть женские энергии. Женские принципы. Я вот немножко прервалась. Вернемся. Когда у меня возникла миома, это было начало моего пути. Я очень благодарна ей. А на тот момент как будто произошла остановка. Я остановилась. Вот весь мир остановился. Я поняла, что все не до смешного. Я начала копать. Я начала копать. Это становление моей женской части. Я на тот момент начала реально рождаться как женщина. Это было не смешно. Замечательно, что была моя учительница Гришина Лиливанна. Она живая была. И она тогда меня тряхнула. Она нашла семечку. Мы раскопали семечку. Это была сессия артерапии. 8 или 9 листов отлетело. Сессия была минут 20 пока мы семечку откопали. У меня руки болели. Такая молочная кислота три ночи выла. Там боль была вообще несусветная. До такой степени так мощно тело откликнулось. То есть мы нашли семечку. Мне помогли. И потом понимала. То есть я копала в этом направлении. Я поняла что нужно сделать. Я все психотравмы все когда-либо меня обижали мужчины я все эти ситуации я отрабатывала. У меня глаза были красные. Вот прям как ногти наверное. У меня были красные глаза. Я полгода отрабатывала. Я все болевые моменты перепросматривала. Я меняла отношения. Любое заболевание это внутреннее сопротивление это гордыня. до тех пор пока вы в смирении а это нужно бросить вызов. Бросить вызов. Начать делать в этом направлении. Помню по молодости приходила женщина на прием интересный вот она общественный деятель ее все знали и она очень хотела выйти замуж все думали что она замужем она не могла никак построить и помню были клубы знакомства она обратилась в клуб знакомств и через неделю встретила мужчину. Так вот она в этом направлении совершила подвиг сделала фотографию отнесла нескольким тетенькам вот по этим клубам то есть она заявила намерение вселенная откликнулась когда вы что-либо начинаете делать вспоминайте вы начинаете искать какой-то ответ и вся вселенная откликается пришли к подружке у нее книжка лежит та, которая нужна вы встретили человека который знает какие-то ответы или другого человека почитать лекции я не понимаю просто без вопросов почему это написано почитать лекции у нас есть в плейлистах подборка внутренние конфликты и женско-мужские отношения женско-мужские отношения 24 маленький кусочек нарезка с видео и конфликты 6 видео можно посмотреть я вам сейчас покажу о чем я вам говорила я вам сейчас покажу я подготовила что у меня лежит внутри нас две части женская и мужская женская это внутренний ребенок мужская это внутренний родитель мужская часть делится на две части обучающая и директивная это мужская часть а женская обиженный, капризный и ребенок под левой ну директивная часть понятно. Вот, это наезд сверху. Обучающая, ну вот я в обучающей части вам рассказываю. Обиженный это человек, женская часть, это когда человек внутри где-то там ушел в себя, вернусь нескоро. Главный атрибут это вот оба сложенные бантиком, я с тобой не разговариваю. Вот, обиженный он где-то там внутри, а капризный он плюется гнилыми помидорами на вашу территорию. Так вот, любое заболевание, у нас есть эти видео, посмотрите, ребенка потлела, когда директивная часть задавила ребенка потлела. Вашу миому нужно разбирать, начинать с того, что вы перестали радоваться жизни. У вас пошли претензии, очень много претензий к мужчине. Неприятие. Вы начинаете жить своими мужскими энергиями и, как правило, директивной частью. Сколько миом видела, сколько отрабатывала и вот просто общаясь с женщинами, я не видела ни одну, чтобы она была такая светлая, солнечная, прям такая, как воздушная, как бабочка. Вот такая прям рпшка, вот блаженнистая. Они, как правило, таких женщин просто ненавидят. И вот это вот внутреннего ребенка, вы его просто задавили. И живете вот этой мужской частью. Вот, собственно, причина. А теперь нужно покопать, где? Была в детстве, когда-то ситуация, сто процентов, там, в пять-десять лет, в маленьком каком-то возрасте, когда на вас кто-то рявкнул. Вот, я сейчас рассказываю про причину, где вы ребенка внутреннего задавили. Внутренний ребенок, это та внутренняя чистота. В Библии написано, будьте как дети, будьте детьми. Вот он, внутренний ребенок, который радуется листиком, цветочком, собачком. Понимаете, это вот тот внутренний ребенок наш, который вот на мир смотрит чистыми, открытыми глазами. Мы же все в образе, мы же все в образе, мы живем либо в печальке, в образе, в костюме жертвы, либо нагибаем. И вот эта вот связочка, она называется конфликт. Он либо внешний, либо внутренний. А вот на этой связке единицы людей живут. Вот просто наблюдаю, знаете, это страшно до страшного. Люди разучились разговаривать по-человечески. И вот даже по комментариям смотрю, да, а в ютюбе по комментариям претензия. Это вот какую-то волшебную таблетку, я ее съем, и у меня все будет хорошо. Но так не будет. Все, что с нами происходит, это следствие. Для того, чтобы нам убрать следствие, нам нужно убрать причину. Что вы конкретно сделали? Галина пишет, Галина в плейлистах. 24,6 видео, подборка. Там прям вообще разжевано. И в ближайшее время с Ливаном хотим снять подробный вот этот момент. То есть задавлен вот этот внутренний ребенок, вот этот внутренний ребенок, подарки мы выбираем, собачками играем, почемучка, с детьми, там вот, да, сексом занимаемся. Вот этот внутренний ребенок задавлен. Мы очень важны. То есть мы ходим в образе, понимаете, в образе, мы носим маску. В какой-то момент жизни мы взяли где-то какой-то сценарий и какой-то образ, вот, и мы этому образу подражаем. Задайте себе вопрос, какой образ вы играете? Женская часть, она же внутренний ребенок, между ними знак равно. Мужская часть, она же внутренний родитель. И они делятся еще на две. Обучающий, обучающий это тот, который, вилка, выбор. Вы можете сделать вот так, вот так, будет вот такой результат. Вот так, вот так, вот такой результат. Сядь, прижми хвост, и никакой дискотеки. А вот это директивная часть. Вот их две. Мужская часть. И женская часть. Три субличности. Обиженная, капризная, ребенок пытливый. Вот, у нас женщины живут чаще мужской части. Они либо обучающие, либо директивные. А мужчины выдавили. Мужчины, вследствие чего, если они директивы, они вынуждены обижаться, там, ну, иногда капризничать. Мы меняемся местами. Это очень большой объем. Я его не выложу. Вот у нас заявлен час, там 4 минуты осталось. Я его не выложу за 4 минуты. Есть видео на эту тему. Мы еще снимем. Запись будет. Запись будет. Ливан поставил видеокамеру сбоку, у меня снимает. И здесь, на Ютубе, неделю, по-моему, да? Ливан кинул, что неделю будет запись, можно будет пересмотреть. Ну что, потихонечку будем подытоживать. В практике у нас будет вторая ступень. Это очень объемная тема. Мне нужно, чтобы вы переварили. И пришли желающие. Кто действительно желает разобраться, это делается на самом деле вот так. Найти семечку, и это делается вот так. Поверьте мне. Мысли можно предыдущую? Закончу, немножко тут сбилась. А моя миома – это начало моего пути. Настоящего. Когда она возникла, вот тогда началась реальная работа над собой. Я нашла семечку. Осознала. Осознала свои обиды на отца. Осознала свои обиды. Завтра, наверное, запись будет. Не знаю. Осознала свои обиды на брата. Осознала свои первые отношения неправильные с мужчиной. То есть это все прощалось, отрабатывалось. А вытаскивала своего внутреннего ребенка, который был задавленный, обиженный. И очень жесткой директивной частью жила. Это было страшно. Рядом с такой женщиной страшно находиться. Это как обезьяна, неадекватная, с гранатой. Неизвестно, в какую сторону она бросит ее. Женщина имеет матку. Матка женщины – это атомный реактор по накоплению, по выработке энергии. Либо она ее вовне тратит. Вот я сейчас потратила ее на вас. Там 200 человек в чате. Вот отдала вам. Можно ее было на внутрь потратить. Задавить внутри. Не дать. И тем самым разрушить. Понимаете? Внутри это все... Представляете? Вот большое количество энергии внутри сдавлено. И это все никуда не вышло. То есть закрыло, задавило, скопило и сама себя уничтожило. Онкология. Рак съел. Рак. Хотите я вам онкологию расскажу в чем? Директивная часть съела РПшку. Когда приходит, я вытаскиваю РПшку, выключаю директивную часть. Рак сожрал. Мужская часть съела женскую часть. Любое заболевание, только онкология это уже капец, да? Это уже самый страшный момент. Вот. А вообще любая болезнь. А горло, например, ангина, да? На вас наехали, вы хотели рассказать начальнику все, что думаете. А вы этого не сделали? Вы задавили в себе внутри. Вы директивной частью съели внутреннего ребенка. То есть вот здесь вот сгрызли. У вас накалили этот центр. И гнев, он через гной вышел. То есть задавленные эмоции, они выходят в организме через болезнь. Понимаете? То есть мы, ну так запрограммированы, это меня запрограммировало. Просто знаю определенные законы. Инна Мадаренко пишет. Жопа есть, а слова нет. Критика, критика. Что я вам могу сказать? А вот много слов благодарности. Вот пишет Олеся. Люблю тебя, благодарю. Жду продолжения. Олеся, доченька. И я благодарю. Я благодарю всех за теплые слова. И за критику всех благодарю. Меня балдеет от нее Леван. Знаете, вот есть же кошки, которые ложатся на больное место, да? Мы же разные. У меня женские энергии. У него мужские. И вот мы, у нас рабочий такой интересный союз. Вот его очень веселит. Он у меня как тот кот. Он балдеет прямо. Поэтому вы пишите гадости. Леван обычно смеется. И вот он сейчас сидит, такой ребенок, счастливый. Жалко, что вы его не видите. Вообще, за все это мероприятие, вот я работала в мужской части, а сейчас как бы, ну, выхожу из образа. Вообще, за все это мероприятие, вы вот кто благодарит, не меня благодарите. Это Леван все замутил, затеял, вообще, всю эту аферу меня заставил. Посадил. Мне сложно, я тренер рабочий. И мне не видеть ваши глаза, нету вот этого контакта. Да, я просто сижу и вот туда-куда-то непонятно. Сама с собой разговаривала в экране. Очень дискомфортно, потому что, ну, 25 лет тренер-практик. То есть, непосредственно с людьми работаю. И вот он меня на вебинары найти. Ну, что, прогресс наступает. Я благодарю, я благодарю, я благодарю, я благодарю вас. Девчонки, те, которые на позитиве, поверьте, пожалуйста. Вот просто нужно встать, знаете, включить. Ну, та, которая жопа, можно я прям по-русски? Вот дитя мустанки, луго, вот прям копытами вот так встал. Вот у меня на тот момент я встала и сказала, вот не бывать. У меня был протест, чтобы трогали мое тело. И было понимание, что я там что-то натворила. Если она натворила, если она мотала этот клубок, я могу его размотать. Вот. Взяла ответственность, и я поперла. Я поперла. Я пила наговоренную воду. Вы знаете, я делала все, что могла. То есть, я лезла в каждую дырку. Я прошла кучу тренингов. Я прочитала литературу. Я простила всех мужчин. Я выла, с красными глазами ходила. Я утром наговаривала на водичку. Я, ну... Да, и жопа лечится, кто-то написал. Вот. Вы знаете, я вам научу, как вообще на водичку наговорю. Берете вот так емкость. Утром наливаете, подходите к солнышку. Смотрите, вот так лапочками обнимаете. Лучше прозрачный стаканчик. Набираете, вот так смотрите, вот напитываетесь. Вот это небушка, солнышко. Вот этот стаканчик на полный стакан. И говорите, благодарю тебя и прошу о хорошем сегодняшнем дне. О том, чтобы... Ну, о чем вы хотите. О чем вы просите. Чтобы мой организм стал целостный. Чтобы восстановилось. Да? Вот запрос сделали. Выпили половинку. Потом на вторую половинку говорите. Благодарю тебя. Ни в коем случае не приказывайте воде. У нее помощи нужно просить. Я благодарю тебя, матушка-водичка. Я исцелилась. У меня меонка ушла. Маточка... А лучше даже не меонка. У меня маточка целая, здоровая. Там ля-ля-ля-ля-ля. Как будто это случилось. Выпивайте. Я так делала. Я разговаривала с водой. Вы на 75% состоите из воды. Кристаллическая структура воды является носителем информации. Да? Вот мы, допустим, как работаем? Мы с клеточки убираем плохую информацию, кладем здоровую. Вот помните, я говорила про насилие, да? Вот этот вкус энергии вытряхиваем оттуда. Нужно вот этот вот вкус события, да, негативный, вытряхнуть. Это все реально. Это отрабатывается вот на раз, поверьте мне. Критики, которые там писать будут, я не говорю про запущенные случаи. Мы там с гробовым сравнили. Нет, я не гробовой, трупы не реанимирую. Но на самом деле, посмотрите, очень уникальный фильм «Жизнь одна». «Жизнь одна», там женщина была больна раком. Таких случаев очень много. Очень много, не могу сейчас сообразить фамилию. Ну и бог с ним, хотела еще сказать. Ладно, потом напишу. Биск, Алтайский край. Не секрет. Мы с Ливаном сейчас находимся в Биске. Я здесь не всегда бываю, но квартиру здесь тоже имею. И вот сейчас я на Алтае, на Алтае. Ливан, тебе спасибо написали. Слово, да, всем спасибо. Я не люблю слово спасибо. Спасибо из моих уст выглядит как мат. Я всегда говорю «благодарю». А Ливаном тоже, он тоже говорит «благодарю». «Благодарю» — это диск. Вы отдаете и получаете. То есть, понимаете, орбиты крутятся. А спасибо — это «спасибо Бог». Вы забейте, посмотрите, ну, слова. Я не буду здесь рассказывать. Вот. Ну, собственно... Да, есть какие-то... Да, Ливан предлагает ответы. Меня не от чего спасать. Бог не спасает. Он присматривает за нами. Мы являемся творцами нашей жизни. Я не раб Божий. Я свободная по образу и подобию. Перемотни чуть-чуть. Я не могу, не знаю. Вы знаете, ваш брат пришел со своей кармической задачей. Сын пришел со своей кармической задачей. То есть, мы в данном воплощении свои задачи решаем. Я не знаю, какого ситуации. То есть, вы задаете вопрос. Здесь он... Вопрос узкий, а информации очень мало. То есть, я не смогу вам корректно сейчас его ответить. Вы можете этот урок и от сына, и от мужа, и от соседа получить, от кого угодно. Но эта ситуация... То есть, если вы не приняли, и тем более не знаю, какую вы болезнь не приняли. Вот кто написал, 100% не успею прочитать. 100% знаю все семечки, нашла. Есть методика. Есть методика. Но я не могу сейчас... Это зверская методика. Я глаза ваши не вижу. То есть, есть вещи, которые я могу только индивидуально сделать. То есть, вот если вы уже нашли семечки, не вопрос. Это решается вот в 3.15. Вы сами будете удивлены, как это все просто можно вытащить. Подожди, я не дочитала. Можно вернуть? Так. Так, все верну. Да, да. Следующий, что там было еще? Благодарим, благодарим, благодарим. Сынки. 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 Не поняла я через... Сынки. Сынки еще осталось. Че? Я тебя все равно не поняла. Может, ты сам скажешь? Так, еще вопросы есть? Я благодарю всех. Вот заблагодарю всех, благодарю. Реально, как-то жить полегче стало. После ваших благодарю, что не в пустоту куда-то говорили. Переварите, пожалуйста. Поищите свои семечки, поищите свои семечки. Вот сегодня говорили там про методики, да? Мы на следующей неделе планируем... Ты это имел ввиду? А мы на следующей неделе планируем вторую часть. Она уже практическая. Она уже практическая. То есть, мы поработаем непосредственно. Я выдам вам методики. Рабочие методики. Те методики, с которыми вы можете сами поработать. И у тех, кто настроено, и у кто видит позитивный результат, по вере вашей воздастся вам. У вас получится. Скептики, я думаю, вам можно не браться за это. А если вы вот придумали, и у вас внутри щелчок... Вот у меня был внутренний щелчок. Я пошла пахать. Отпахала это начало пути. То есть, я как раз начало становления моей женской части. Как не пропустить вторую часть, спрашивают Ливан. Сейчас ссылку скину. А Ливан сейчас скинет ссылку в чат. То есть, будет объявление везде. И будет ссылка. В чат сейчас выйдет ссылка. А вторая часть будет практическая. Обзаведитесь, пожалуйста. Мелки есть восковые. Можно художественная пастель. Масляная. Можно ее. И какая-то пачка бумаги. Возьмите пачку бумаги. Мелки обязательно ручка. И пачка салфеток. Будем рыдать. Вот ссылку Ливан выслал. Ну, днем... Днем я не знаю, потому что в основном люди днем работают. Вечером это проще как-то. Не знаю. Вы знаете... Что за пиздевая? Да. Ливан говорит, что запись делает. Поэтому там, думаю, все это при желании может быть решаться. Ну, что будем заканчивать? Есть еще острые вопросы? Я уже сейчас с ручкой сидела. Замечательно. Все, кто сидел с ручкой, вы вспоминайте, вы посмотрите видео. Вот для того, чтобы скайп прошел продуктивно. В плейлистах посмотрите видео, вот, женско-мужские отношения 24 и по конфликтам 6 штук. Вот с такой картинкой. Посмотрите видео, да? И поищите, пожалуйста, у себя все перекосы. Где вы задавили женскую часть? Обиды на мужчин. Неважно, родственники это. Посмотрите ваше отношение с папой, с первым мужем, да? Обязательно посмотрите ваше отношение к сексу, да? Что вы думаете о сексе? Вообще, с гинекологией напутано, это когда женщина, знаете, вот она с сексуальными энергиями у нее напутана. Очень часто она считает это грязным. То есть она не выпускает, они у нее задавлены. То есть задавлены каким-то образом внутри. И они таким образом, это может быть, вот писали там, что нерожденные дети. Да, это и с детьми может быть семечко. Не поняла, где материал брать. А у нас канал. На канале есть плейлисты. Там есть видео, главное, вот есть плейлисты. В плейлисты заходите. Там есть нарезки с рабочих тренингов. 24 видео о женско-мужске отношения пересмотреть. И конфликты внутренние и внешние 6 видео. Вот эти 30, они небольшие. Посмотрите эти 30 видео. Вы вот по этим внутреннему ребенку, вот по этому листочку, вы поймете посмотреть. Да, в ютюбе, Игорь. И я вас благодарю. Ещё острые вопросы есть? Или мы заканчиваем? Я вас благодарю. Ника пишет. Всем добра и света. Поверьте. Вот просто встаньте. Вы знаете, вот как, я не знаю, вот очнитесь. Вот от спячки просто очнитесь. Очнуться нужно. Да? Любая болезнь – это объем работы. Это объем работы. Понимаете? Вот как грязная кухня. Вы заходите, и ой, ё-моё, там сколько жира, накипи, ещё всё. Может быть страшно. Вот, допустим, вы уехали, и неблагодарным каким-то поросятам отдали свою квартиру. Вы заходите, там живого места нет, страшно. Но это можно. Понимаете? Это просто объем работы. Так вот, любая ваша болячка – это просто объем работы. Это просто объем работы. Желание внутреннее. Поднимайте внутреннее желание, и начинаем потихонечку, потихонечку, потихонечку. Если делать 24 часа в сутки в одном направлении что-то, а почему-то начинает получаться. У меня тоже не получались видео. И, вы знаете, я первое видео, помню, снимала полдня. И кало-мыкало, я вот поздороваться не могла. Сейчас мы снимаем видео, мы не режем, у меня внутри нарезки нет. У меня есть мысль от и до. Нету, мы не режем видео, у меня внутри легкое ничего. Посмотрите, они цельные. Откуда это все? Практика наработана. Так вот, если вы в каком-то направлении пойдете, вся вселенная откликнется. То есть вы сделали шаг, вы сделали намерение, и вся вселенная откликнется. И все события будут складываться таким удачным образом, чтобы это в вашей жизни воплотилось. Мечты сбываются, мечтать опасно. А если вы щелчок и принятие решения, и увидите себя, увидите себя через полгода. Вот практику просили, да? Увидите сегодня, какое у нас число? Начало марта. Так, начало марта – это весна. Увидите себя в начале сентября. 1 сентября, дети в школу пошли, увидите себя здоровым. Увидите себя здоровым. 1 сентября. Возьмите вот здесь чашу, вот как аквариум стеклянный, и увидите себя здоровым. Вот прям щелчок принятия решения. И просто в этом направлении начинайте читать, листать. Знаете, во все дырки лезть. Я во всем, я везде спрашивала, лезла. И вселенная откликалась, приходили люди, которые помогали. Извините. Которые помогали, которые рассказывали, которые объясняли. То есть все пазлы случились так, что у меня это событие реализовалось. У меня очень большое меом было. Очень большое меом было. И очень благодарна, что она у меня была, потому что я отработала свои женские энергии. Я много, это начало пути, много прочитала, с многими людьми познакомилась. То есть это путь. Это столько знаний пришло. Более того, я навела порядок в своей личной жизни. Вследствие чего у меня есть возможность у сына, чтобы было все по-порядочному. Ну и плюс у меня, извините, но мы в материальном мире живем. Я еще на этом заработала. Очень много женщин пришли с такими задачами, которым я помогла. Ну, они мне фантики светные дали. Всех благодарю. Всем доброй встречи. Доброй света. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова